доброго времени суток мои дорогие зрители подписчики девочки мальчики с вами канал автора надежда и сегодня мы спросим вашего мужчины о вашей роли в его жизни кто вы или какую роль вы сыграли в его жизнь все что он думает по этому поводу заглянем к нему в мысли заглянем прямо в голову и посмотрим колоду я решила взять двусторонняя таро классика уэйта немного с альтернативным взглядом потому что у этой колоды нет рубашек поэтому покрутим с разных сторон мысли вашего мужчины вам нужно загадать его и вам нужно конечно же обращать внимание на сигнификацию что она показывает чтобы понять это ваша склад или нет два рыцаря несутся навстречу друг другу причем каждый со своей идеей каждый со своими мыслями каждый со своими эмоциями вы принципе могли бы объединиться и сделать что-то совместное если бы нынешние взгляды на вашу жизнь и нынешние цели которые есть у вас они совпадали бы ваши цели не совпадают вы оба хотите принятие каких-то решений или вы оба уже хотите о чем-то договориться к чему-то прийти но подходы и главные пунктики того что вы хотите получить абсолютно разные поэтому ничего не получается здесь и жаркие дебаты и жаркие ссоры и жаркие расставания и жаркие примирения здесь в том числе но опять же вы несете здесь в принципе в разные направления хоть и кажется да что как-то рядом направление здесь абсолютно разные то что если мы посмотрим в итоге а вот в определенной точке эти рыцари пересекаются и каждый поскакал своим атрибутом кто же злом здесь кто с мечом но после пересечения вы просто можете разбежаться я не исключаю что это перекрестья вы уже с ним пересекли и уже каждый отправился в свои стороны да в свои мысли в свои идеи свое видение жизни это может быть вы приближаетесь к этому перекрестью но приближаете здесь стремительно конечно здесь мужчина больше такой жесткий больше холодный больше здесь разозленной женщина здесь все-таки она обуреваемая целями она все-таки хотела бы но из-за того что стремительно из-за того что быстро и каждый из вас хочет довести дело до какого-то уже своего здесь получается конца вы не успеваете проанализировать то что ваше отношение главное или то что может быть еще имеет место быть хорошего а плохое исправить уже из вас никто не видит а возможно никто уже и не хочет видеть потому что и рыцари здесь обратными сторонами здесь тоже не особо хорошего потому что же здесь видите они в разные стороны идут пока здесь то что еще в отношениях эти женщину посмотрим женщина считая что он должен выбрать что он должен определиться что он должен действовать эмоциями чувствами выбор должен сделать с помощью чувств мужчина у нас мужчина будет выбивать выбирать не с точки зрения чувств не чувствами не сердце мне душой он будет выбирать таким эти вот материальным мерилом зону комфорта будет выбирать спокойствие он будет выбирать финансы финансовое свое спокойствие не напрягаться не спешить никуда вот он здесь завершит с вами какой-то этап в отношениях ли это может быть жизненный этап для него важны а дальше он пойдет тихой сапой уже никуда торопиться не будет вы его конечно научили быть более шустрым вы ему показали или дали понять что в этой жизни иногда нужно двигаться и шевелиться но этот опыт ему не особо понравился потому что здесь он все-таки в энергиях рыцаря мечей когда уже психи когда уже гонор когда мне нужно разобраться или не нужно психануть и конечно этот рыцарь сейчас он направлен в вашу сторону а это столкновение с вами может быть когда-то ему и нравилось что вы его мотивируете на какие-то поступки может быть на какие-то действия то показали что в этой жизни все-таки скучно жить медленно и ничего не делая но вы такой человек который дальше больше дальше больше даже если ты побежал не останавливался не останавливайся если начал доделывай на и если вы с тобой это уже определись кто я для тебя но мы сегодня вашу роль конечно есть просим его но здесь не хочет никуда бежать не хочет торопиться здесь он хочет завершить свою миссию возможно и получится у него с вами договориться если вы будете готовы его слушать если вы сейчас каждый будет оставаться при своем потому что одному здесь из вас нужно будет уступить но так как более разумный в в этой паре все-таки показаны вы то и вы можете понять да что если сейчас вы будете стоять на своем то ничего хорошего не получится он уже вооружился идеей своей и собственно все да и этого товарища всегда сложнее остановить нежели рыцаря жезлов его тоже сложно то что тоже несется во весь опор и тоже у него глаза горят идеи в голове бурлят но тем не менее у него разума для рассудительности гораздо больше чем у мечевого партнера ничего оппонента так что здесь если получится договориться то здесь сговорчивыми должны быть вы выбирать сердцем выбирать душой здесь тоже вам нужно будет хорошо подумать чтобы склонять его к этому выбору он не будет выбирать но предложить какое-то спокойствие какую-то зону комфорта в принципе вы ему в состоянии он этого хотел бы и видите здесь на вашу пару три рыцаря 2 из которых что уже добегались правы остановиться обсудить и обсуждать уже спокойно и ей и если и действовать вам дальше с этим партнером вместе то тоже здесь не спеша он уже не побежит он уже действительно лошадь свою загнал сам уже разозлился сам уже взбесился и не готов он больше играть в эти гонки не называйте про зону комфорта она ему важна она для него в приоритете это то что он хотел спокойно не спеша все взвесить никуда не торопиться но тут это девиз который на сегодняшний день в голове у вашего партнера хотя здесь страсти такие прям ух давайте посмотрим его мысли относительно на вашей роли его жизни где у нас для вас вашей роли на что он думает о том кто вы для него я вашей роли вы не зря его пытаетесь склонить к выбору душой к выбору сердцем потому что вы сама прекрасно знаете что он вас любит если в приоритет он для себя поставить чувство он конечно же выбирает вас и и ваше представление о нем что он чувствует там любит меня или не любит они абсолютно правильные и поэтому здесь первостепенно что вы должны знать какова ваша роль в его жизни роль его большой здесь любви роль женщины которая смогла дать ему понять что его могут любить и его могут любить очень сильно я допускаю что именно вы научили его любить точнее именно благодаря вам он познал что такое чувство большая здесь настоящая любовь ваша роль в его жизни здесь без преувеличения очень большая потому что те люди которые научили нас любить те люди благодаря которым проснулись в нас чувства самые настоящие конечно это люди жизнь может по всякому повернуться и отношения с этими людьми могут сложиться могут не сложиться но то что эти люди навсегда останутся в нашей памяти навсегда эти люди будут связаны с определенными эмоциональными нашими волнениями переживаниями первыми открытиями это определенно поэтому ваша роль вот посмотрите туз кубков десятка кубков к тому же карты все легли правильной стороной лицевой стороной той что самая настоящая самая хорошая самая добрая сторона так что мои хорошие не умаляйте свою роль в жизни человека говоря что он любит он не ценит там он никогда не любил любил но но взгляды на жизнь или определенные его какие-то выгоды они просто различаются с вашими них не хороший неплохой а какой какой он есть так как в простоквашина свой собственный вот он свой собственный я играю посмотрите вы действительно многое даже перевернули в его жизни до выявились уроком любви для него самый интересный но в то же время самый сложный урок вот какова ваша роль в его жизни девочки роль кармической партнерши с помощью которой он познал настоящее чувство он может быть самым таким вот махровым лавеласом он может быть человеком который никогда особо эмоционально и душевно никому не привязывался и этот человек вполне способен был точнее не способен был кого бы то ни было любить а вот именно благодаря вам он понял что такое вы как будто бы взяли и что-то в нем сдвинули взяли что-то в нем поменяли какой-то я не знаю пласт времени может быть вы его в молодость вернули что он думал что такие чувства могут испытывать только подростки да там совсем молодые люди как замена какая-то идет именно в плане времени и мужчину вы в нем раскрыли вы не представляете вот все те слова которые вы ему говорили комплименты похвалы какое-то ваше восхищение вы не представляете как на него подействовало у него появилась уверенность себе у него появилась чувство собственной важности чувство собственной значимости он понял что он буквально мужчина хоть куда мужчина о-го-го настоящий король за любили конечно вы этого короля настолько что он стал борзеть стал наглеть стал очерчивать свои собственные границы но эту роль и это ощущение своей важности вы ему дали то есть здесь с одной стороны хорошо с другой стороны вы получили и обратную сторону медали вы взрастили возможно нарциссом возможно манипулятор своими собственными руками мой хороший мой любимый для тебя и ради тебя из-за тебя да все что хочешь и так далее так далее так далее проникли в его душу взрастили в нем настоящего короля который зазнался и который стал считать что вот из ваших ролей его его роль главнее и он может очерчивать кому где быть кому что делать кому делать ничего нельзя он стал считать что он теперь принимает решение насколько быстро ему надо действовать насколько медленно насколько глубоко или поверхностно вы будете дальше участвовать в его жизни любовь она никуда не делась она конечно может обрасти самыми разнообразными сейчас эмоциями оттенками потому что он находится сейчас в очень таких вот агрессивных энергии в любом случае об этом говорила в самом начале и поэтому то чувство которое было горячим теплым и настоящим он сейчас может воспринимать как все разлюбил перелюбил что раньше я к ней не не испытывал такого что я могу на нее злиться я могу на нет обижаться а сейчас у меня это появилось значит не такая уж любовь была да там или значит там чувство уже прошло любовь никуда не делать но эгоизм сейчас превыше всего его взгляды его какая-то правота она будет для него превыше всего так что мои хорошие для себя в любом случае знаете что ваша роль в жизни этого человека на большая во многом поворотная роль во многом вы его изменили но с другой стороны да вы мы в любом случае когда мы что-то делаем к чему-то идем и чего-то достигаем мы все в любом случае имеем не одну сторону нашего успеха нашего достижения а обе стороны какими эмоциями там чего нам это стоило добиться как это повлияло на нас то же самое здесь получилось и с вашим партнером вторую сторону медали бы тоже получили и это эгоизм это самодурство некое это желание показать что я теперь главный и я теперь буду решать опять же форсирование событий нам мы сейчас не общаемся не встречаемся там мы берем паузу а теперь я пришел мириться значит все должно получиться но я думаю что если это ваш расклад вы попали в свой расклад вы гораздо больше еще мне здесь расскажите подробностей так что мой хороший такой сегодня расклад не забудьте пожалуйста обязательно поставьте лайки я каждый день для вас снимаю расклады я хочу чтобы вы получали информацию на втором мое желание чтобы канал развивался и чтобы то детище которое уже практически на протяжении 5 лет она продолжала жить и продолжала помогать многим людям выходить из самых разнообразных и сложных ситуаций расклады конечно не помогают преодолеть комплексы помогают посмотреть на себя на отношения со стороны большое вице издалека и именно то что я делаю моя работа и позволяет вам многое увидеть со стороны где-то может быть посмеяться где-то загрустнуть где-то сделать выводы а где-то вооружившись тем самым волшебным пендалем что-то наконец-то изменить в себе или своей собственной жизни поэтому лайки и комментарии это ваша обратная связь это ваш эквивалент спасибо и это большая помощь для развития канала вот здесь вы сможете посмотреть как он будет действовать то есть конкретные действия конкретный план то что уже придумано это что уже вот буквально вот-вот начнет осуществляться я с вами с вами каждый день до встречи новых видео пока пока